Здравствуйте, друзья! С вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембету. Сегодня в рамках серии вебинаров, посвященных техническому анализу и торговле без индикаторов, расскажу о фигуре откат с силой. Вначале предупреждение о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связано с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить к торговле на реальном счете, пока вы не познакомились с методами минимизации рисков. С более подробной информацией можно ознакомиться на представленном слайде. Из этого видео вы узнаете, как формируется паттерн. Сегодня расскажу, почему откат с силой формируется при усилении тренда. Разберем, какая должна сложиться ситуация для того, чтобы сформировалась фигура. Скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании. В группе вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. Сразу оговоримся, что откат с силой, как, впрочем, и все откаты, будем рассматривать только на трендовом движении. Спросите, почему не стоит использовать откат в боковике? Здесь все просто. Если фигура отката формируется на тренде, то вероятность того, что войдя на откате, мы сможем хорошо заработать выше, чем при входе на откате в боковике. Для входа на откате в боковике нужен специфический подход. Если хотите, чтобы я о нем сделал видео, пожалуйста, ставьте лайки под этим видео. И, если ролик наберет больше 300 лайков, я пойму, что вам это интересно и покажу технологию работы с откатами в боковике. Отличительной особенностью отката с силой будет его формирование до уровня предыдущего максимума. На схеме это отмечено зеленым маркером. При нисходящем тренде ситуация развивается зеркально. Кратко подведем итоги по ключевым признакам. Общий признак для любой фигуры отката. Цена обновляет максимум в первом случае и минимум во втором случае. Затем откатывается, не достигая зоны пробитого уровня. После чего продолжает движение в направлении тренда. Попробуем разобраться, за счет чего появляется откат с силой и о какой силе идет разговор. Когда на графике появляется максимум, на схеме это красный маркер 1. Ниже него трейдеры поставят заявки sell limit. Кто-то так будет закрывать свои длинные сделки, кто-то таким образом планирует открыть короткую сделку. Те, кто планирует открыть шорты, выше уровня поставят заявки stop loss. Также выше максимума 1 выставят заявки buy stop. Их выставят те, кто планирует войти в длинную сделку на пробой. Когда цена пробила максимум 1, идея входа в короткую стала неактуальна. Кстати, а почему она неактуальна? Подумайте над этим вопросом и свои соображения напишите в комментариях. Кто не знает, посмотрите предыдущие ролики, в них я это подробно объяснял. Цена растет и те, кто планировал войти в длинную на пробой, открыли свои сделки, ниже поставив stop loss. Кто-то поставит стоп агрессивно за пробитый уровень, кто-то за последний минимум. Как только цена попадет в зону заявок buy stop и stop loss, рост усилится, потому что эти заявки при исполнении будут двигать цену вверх. Чем дальше цена уйдет вверх, от точки 1, тем больше будет появляться желающих продать и меньше желающих купить. В какой-то момент цена перестанет идти вверх. Увидев, что рост прекратился, трейдеры начнут выходить из покупок, а кто-то откроет продажи, тем самым снижая цену. Сила на короткое время будет на стороне продавцов, но потом движение вверх продолжится. О чем нам такое движение скажет? Во-первых, при таком откате мы видим, что покупатели агрессивны и готовы покупать при любом незначительном снижении цены. А во-вторых, из такого отката можно сделать вывод о том, что на уровне 2 практически нет рыночных продавцов, а стоят в основном лимитные заявки. Прежде чем покажу, как входить в сделки на откате с силой, посмотрим, как паттерн выглядит на реальном графике. Друзья, так как у нас урок о неразвлечении, хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, какое поведение цены может заранее подсказать, что сформируется откат с силой? Свои ответы, мысли и предположения оставляйте в комментариях под видео. Теперь посмотрим, как входить на откате с силой. Для этого нужно дождаться замедления снижения в виде свечи с небольшим диапазоном, после чего, вышихая свечки, выставляем заявку Buy Stop. И когда цена продолжит рост, длинная сделка будет открыта. Стоп разместим ниже Low свечки. Смотрите, когда мы открываем сделку на откате с подтверждением, у нас соотношение прибыли к риску не менее 2 к 1. И это очень хорошо. Ниже этого соотношения старайтесь не опускаться. Кому интересно узнать подробнее об откате с подтверждением, смотрите мой вебинар Price Action Pattern Откат Подтверждения Полное Руководство. А теперь оцените соотношение прибыли к риску у отката с силой. Здесь прибыль к риску часто бывает 1 к 2, и это плохое соотношение. Поэтому для входа в откат с силой важно, чтобы 1. Общая обстановка на рынке была подтверждением входа. И 2. Как только цена дает возможность защитить позицию, сразу защищайте ее. То есть, либо переносите стоп в безубыток, либо закрывайте часть позиции. Вход на откате с силой в шорт зеркален. На откате, когда цена начала замедляться, выставляете под лоу свечки селл стоп. И когда цена продолжит снижение, короткая сделка будет открыта. В стоп ставьте за хай свечки. Трейдинг без практики результатов не даст. Поэтому очень важно научиться применять полученные знания, а для этого лучше всего закрепить их на самостоятельных упражнениях. Для прохождения теста вам понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнение каждого из 10 упражнений вам будет дано 7 секунд. Это время условно, так как лучше всего при первом прохождении упражнения видео ставить на паузу. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного. Пересмотрите ролик, паузу делайте остановки, используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте. Учимся зарабатывать на бирже. А теперь начнем тест. Если готовы, тогда начали! Первый пример выбрал не очень сложный. Кто нашел паттерн, добавьте себе в копилку 1 балл. Первый пример был разминочный, так что сложности с ним быть не должно. Второе упражнение. Ищите только откат с силой. Если готовы, тогда начали! Совсем недавно я вас просил написать в комментариях свои предположения о том, что может подсказать заранее о формировании отката с силой. Поэтому, когда ищите откат, подумайте и над этим вопросом. А своими мыслями поделитесь в комментариях к видео. Думаю, что и второе упражнение не вызвало затруднений. Это нормально. Нужно усложнять задание постепенно. Третье упражнение. Готовы? Начали! Не спешите! Подумайте! Посмотрите, что нашел я. Кто нашел фигуру, поставьте себе еще один балл. А в конце посчитаем, сколько золотых вам удалось добыть. Четвертое упражнение. Готовы? Тогда включаем таймер. Как результат? Сколько нашли фигур? Кто нашел этот откат, поставьте себе плюсик. Двигаемся дальше. Пятое упражнение. Приготовились. Начали! Не забывайте отвечать на вопрос. Что может предсказать откат с силой? Напишите об этом в комментариях. Если нашли фигуру, ставьте себе один балл. Думаю, что сложностей с этим откатом у вас не возникло. А второй откат увидели? Если да, то ставьте себе еще один балл. Шестое упражнение. Мы уже на экваторе. Осталось немного. Готовы? Начали! Сколько фигур нашли? Я увидел одну фигуру. Кто увидел откат, поставьте себе плюс. Да, если я что-то пропустил, обязательно напишите об этом в комментариях. А я точно что-то упустил. Кто хочет в этом убедиться, скачайте из группы ВКонтакте презентацию. Там отмечены все паттерны. Кто без подсказки определит паттерн, не указанный в видео, а потом найдет его в скачанной презентации, ставьте себе плюс 3 балла. Седьмое упражнение. Приготовились. Начали! Получилось? Давайте проверим. Кто нашел паттерн, поставьте себе еще плюс 1. Кто скажет, что на этом графике не один паттерн, прав. Поэтому кто нашел второй паттерн, добавьте еще себе 1 балл. Кстати, как думаете, на какой цене здесь сформировался откат с подтверждением? На котором можно было войти в шорт. Напишите под видео, на какой цене вы бы вошли на откате с подтверждением. Друзья, осталось совсем немного. Всего 3 упражнения. Сущий пустяк. Готовы? Начали! Сколько паттернов нашли? Если нашли фигуру, хорошо, поставьте себе плюс, но этот график дает нам еще один паттерн. Второй паттерн идет практически сразу. Кто его нашел, ставьте себе еще один плюс. Проверяйте меня. Вдруг я что-то упустил? Напишите об этом в комментариях. В презентации к ролику будут все забытые мной паттерны. Девятое упражнение. Готовы? Начали! Что получилось? Идем проверять. Кто нашел паттерн, поставьте себе плюс один. Обратите внимание, что откат с подтверждением встречается гораздо чаще. Ну все, мы на финишной прямой. Осталось последнее упражнение. Собрались? На старт! Внимание! Начали! Под конец приготовил тоже простой пример. Нашли? Идем проверять. Кто нашел откат, ставьте себе плюс один. Это последнее упражнение, а сейчас подведем итоги теста. Если вы набрали 2 балла или меньше, сделайте паузу, пересмотрите ролик по новой. Скорее всего, вы не давали себе времени подумать. Но даже если вы старались, ничего страшного. Настойчивые люди на дальней дистанции обгоняют одаренных, но легкомысленных. Поэтому смотрите и пересматривайте, если вы набрали от 3 до 7 баллов, неплохо, но стоит еще все внимательно проработать. Если ваш результат в пределах от 8 до 10, это хороший результат, но и над ним можно поработать, чтобы улучшить. Если вы достигли 11 баллов и выше, поздравляю, это прекрасный результат. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – это лучшая награда. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!